друзья всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня я хочу вам рассказать про систему измерения дюймы что же это такое и как с ними работать наверняка занимаясь лоскутным шитьем вы замечали у каких-то зарубежных мастеров описание как квил там к блокам идет именно в дюймах ну что же это такое давайте разбираться скорее всего имея раскроечный мат вы видели эту систему измерения потому что обычно на таком мать и есть и в сантиметрах разметка и в дюймах и также есть линейки в дюймах которую наверняка вы тоже видели они выглядят вот таким вот образом у меня сейчас всего 2 2 вида линеек одна тонкая другая квадратная небольшая они похожи на сантиметровой линейки но разметку имеет именно непосредственно в дюймах поэтому давайте разбираться для начала немного практики как же обозначается дюйм дюйм у нас идут вот такие палочки кавычки называйте как хотите если на примере то вот например 2 нужно на 2 дюйма вот как раз таки вот эти две палочки сверху над цифрой или по-другому кавычки это и есть обозначение дюймов также они обозначаются 2 и час на 2 и час еще могут обозначаться как просто in 2 in на 2 in это что касается обозначения теперь что же такое дюйм если посмотреть то дюйм у нас делится на 8 равных частей каждая вот эта часть имеет свое обозначение то есть мы от 0 начинаем отсчитывать 1 восьмая дюйма 2 восьмых дюйма и так далее когда мы доходим до 7 восьмых дюйма дальше у нас идет 8 восьмых дюйма либо единица это у нас получается целый дюйм через каждые два деления вот это идет 2 восьмых дюйма 4 восьмых дюйма и 6 восьмых дюйма эти дроби можем сократить его и у нас получается вот такие обозначения первое деление это одна четвертая дюйма второе деление это одна вторая дюйма и третье деление это три четвертых дюйма то есть грубо говоря мы один дюйм разделили на четыре равных части в описаниях какому-то изделию обычно у нас используют вот эти обозначения 1 8 дюйма 1 4 дюйма 3 восьмых дюйма 1 2 дюйма 5 восьмых дюйма 3 четвертых дюйма и 7 восьмых дюйма если вы вдруг решите перевести из дюймов сантиметры то вы должны знать что один дюйм у нас равен примерно 254 сантиметра давайте я вам на примере расскажу как это делается вот смотрите есть у нас три восьмых дюйма чтобы это перевести в сантиметры нам нужно 3 восьмых дюйма умножить на 254 сантиметра мы просто берем 3 делим на 8 у нас получается 0,375 и это число мы умножаем на 254 у нас получается это примерно 0,95 сантиметра это если вы переводите в сантиметры я не очень люблю переводить такое не не очень люблю переводить дюймы в сантиметры мне проще нарисовать блок подобрать размеры в сантиметрах и уже потом это все рассчитывать также в любом смартфоне в калькуляторе вы можете найти конвертер величин где вы можете выбрать систему измерения в данном случае у нас так как идет сокращенная до получается 2 на 2 например in калькуляторе у меня это означает и не час означается как in я выбираю эту систему измерений например мне нужно рассчитать сколько же сантиметров у нас идет 5 дюймах я сюда ввожу значение 5 это у нас 12 7 сантиметра конвертер величина очень удобная вещь особенно если вы знаете какое-то значение дюймов и очень быстро без вот этих подсчетов можно посмотреть сколько же это будет в сантиметрах давайте на примере 1 4 дюйма мы проверим как он нас посчитал конвертер величин и как посчитаем мы то есть мы 1 4 дюйма умножаем на 254 у нас получается 0,635 то же самое показывает как раз таки конвертер величин теперь на примере моего блока я распечатала в программе electric quilt расчет блока и тут видно какие детали мне нужно выкроить из той или иной ткани сам блок у меня будет размером 7 на 7 дюймов без учета припусков соответственно уже для раскрою меня все детали даны с учетом припуска 0 25 дюйма например мне нужно выкроить вот этой ткани для этого блока 8 квадратов размером 1 и 3 8 дюйма на 1 и 3 8 дюйма если для раскроя это мы в таком виде оставляем если же нам нужно будет вот это значение перевести в сантиметр тогда мы это все в другой вид немножечко преобразовываем чтобы нам было проще считать 3 8 дюйма это у нас идет ноль целых триста семьдесят пять тысячных а вот цифра 1 до перед дробью это у нас идет целое число соответственно 1 и 3 8 дюйма мы можем записать 1 375 тысячных на 1 375 тысячных вот в этом виде удобно переводить сантиметры на втором примере мне тоже нужно 8 прямоугольников выкроить размером 2 и 1 4 дюйма на 1 и 1 8 дюйма опять же это для раскроя очень удобно потому что на линейке ориентироваться легко а если же мы хотим эти числа перевести в сантиметры нам нужно будет перевести в другой вид 2 25 дюйма на 1 и сто двадцать пять тысячных и вот в этом виде мы можем спокойно перевести сантиметры теперь давайте на практике вам покажу как пользоваться линейкой и как на ней ориентироваться например нам нужно раскроить прямоугольник размером 3 и 3 4 дюйма на 2 и 5 восьмых дюйма мы сейчас не переводим сантиметры мы будем работать именно в дюймах если посмотреть на линейку как я уже сказала ранее дюйм у нас делится на восемь равных частей каждое деление имеет свое значение то есть грубо говоря целые числа мы оставляем так как у нас есть а если мы увидим например дробь с знаменателем цифры 8 соответственно мы дюйм делим на 8 частей если это по-простому отсчитываем пятую часть получается два дюйма у нас идут целых и теперь от двойки мы отсчитываем пятое деление потому что у нас идет 5 8 дюйма вот это деление я вот так обозначаю сверху укажу что это два и пять восьмых дюйма теперь три и три четвертых дюйма мы видим что у нас знаменателе цифра 4 значит мы дюйм делим на четыре части и берем от нее третью часть 3 дюйма у нас идут целых и теперь нам нужно между тройкой четверкой найти третий третью часть получается вот это деление 1 4 вот это две четвертых либо 1 2 вот это три четвертых значит у нас идет три целых три четвертых дюйма вот это деление теперь давайте на ткани от двойки мы отсчитываем пятое деление линейку прикладываем краю от этого края мы берем три и три четвертых дюйма три целых дюйма и вот здесь мы вот этот между тройкой четверкой делим на четыре части и берем третью часть я сейчас обрежу так как у меня крайне ровный вот здесь вот я должна три и три четвертых дюйма отрезать между тройкой четверкой делю дюйм на четыре части и ищу третье деление совмещаю с краем ткани и отрезаю лишнее вот у нас получился прямоугольник размером 2 5 8 дюйма на 3 и 3 4 дюйма давайте я еще на комик примере покажу например нам нужно раскроить тоже прямоугольник размером 3 и 1 8 дюйма на 4 и 1 2 дюйма опять беру линейку 3 1 8 дюйма от 3 мы берем первое деление между тройкой четверкой мы делим на 8 равных частей и берем первое деление и совмещаем линейку за это значение с краем нашей ткани а 4 1 2 дюйма это получается 4 и пол дюйма то есть половина дюйма у меня как раз таки линейка идет размером четыре с половиной дюйма сейчас я немножечко опять у меня крайне ровный чуть больше выкрою отрежу чтобы мне потом более точно получить деталь вот получается совмещаю значение линейки моей с краем ткани и отрезаю лишнее и у меня получился прямоугольник размером 3 1 8 дюйма на четыре с половиной дюйма вот таким вот образом у нас используется линейка в дюймах это очень удобно на самом деле попробуйте если вы вдруг еще не пробовали если у вас остались какие-то вопросы обязательно пишите их комментарии ставьте лайки ставлю подписывайтесь на мой канал а я продолжу записывать для вас полезные видео о петч варке прощаюсь с вами до следующего видео всем пока